Здравствуйте, лучшие люди лучшего города! Меня зовут Наташа Астахова. И, как всегда, в студию Радио МФМ ко мне приходят лучшие женщины и девушки нашего города, которым есть что рассказать. Сегодня в гостях у меня Ирина Эдуардовна Луканская, которая является главным врачом первой детской поликлиники, депутатом областного совета и председателем городской организации Белорусского союза женщин Градниченко. Здравствуйте, Ирина Эдуардовна! Добрый день! Мы собрались с вами по очень прям важному и актуальному вопросу, потому что заканчивается УВАх лето и начинается учебный год. Я, мама, дважды знаю, какой трепет испытывают родители перед детским садиком, перед школой, вот когда особенно первоклашки или когда первый раз в детский сад. Расскажите, пожалуйста, что нужно знать родителям, ну вот, например, советов врача, вот что им нужно знать обязательно, каких врачей пройти, на что обращать внимание. Давайте поможем волнующимся сейчас, очень волнующимся людям. Давайте, Наташа, будем помогать вместе. Вы, как мама, с опытом тоже, я думаю, можете высказать свое веское слово. Да, вы, как вы врач. С чего вот, с чего начать? Значит, ну, для начала, конечно, семья принимает решение, что ребенок идет в детский сад. По разным причинам это может быть, и в том числе мама хочет выйти на работу, или ей уже пора выходить на работу, ребенок приближается к трем годам. Желательно, конечно, запланировать это все где-то за 3-4, а лучше за 5-6 месяцев до начала посещения детского сада. Что необходимо семье? Семье необходимо организовать режим дня ребенка, как в детском саду. То есть это ранний подъем, там 8 утра, пол восьмого. Это завтрак, обед, полдник, ужин и ранний отбой, и обязательно дневной сон, чтобы ребенок был, ну, как бы социализирован, привык жить вот по этому графику, чтобы ему потом не пришлось ломать свои такие внутренние часы, которым он приучен дома. Конечно, обязательно, чтобы ребенок чувствовал себя уверенным, он должен иметь навыки самообслуживания, банальные, сам может покушать, сам может сказать, что он хочет пить, например, и попить эту воду из чашечки, сам может снять и одеть штанишки и попроситься на горшок. Это тоже очень важно. И не менее важно и общение, умение общаться с другими сверстниками, со своими ровесниками. То есть часто бывает в детской среде не поделили игрушку, или так бывает, что вот эта машинка нужна сейчас конкретно всем, а через минуту она уже не нужна никому. И вот как бы тут уметь делиться и научить ребенка, ну, наверное, обмениваться игрушками, да, вот я тебе даю сейчас вот лопатку, а ты мне дай грабельки. И наоборот, не путем как бы борьбы и драки, а именно путем договариваться. И, вы знаете, я думаю, очень важно научить ребенка высказывать свои чувства и высказывать свое пожелание, что я сейчас хочу все-таки играться с этой игрушкой, я тебе отдам ее через пять минут, и мы с тобой поменяемся на твою игрушку, но сейчас я пока поиграю с ней сам. Важно, знаете, сохранить инициативу и чувство самоуважения в ребенке. Вот я считаю, это тоже очень важно для будущих лидеров. Мы же хотим растить лидеров, хотим растить гениев, да, вот, и они очень нужны и нашему городу, и нашей стране. В плане медицины, да, вот еще хочу сказать, в плане медицины. Если ребенок прививается по календарю, то есть ему сделаны все прививочки, то, по сути дела, в два года он уже имеет все, что необходимо. Вот, он имеет три прививки от вирусного гепатита, он имеет три прививки от коклюша, дифтерии, столбняка и ревакцинацию от коклюша, дифтерии, столбняка. Он имеет от полиомиелита прививки, вместе делается с прививками от коклюша, дифтерии, столбняка. Конечно, по современным канонам хорошо, если прививаются дети и вакцинами, которые не входят в национальный календарь прививок, но являются важными защитниками от очень частых инфекций у детей в детских коллективах, особенно у маленьких детей. Это гемофильные инфекции, и у нас есть эта вакцина. В календарь прививок она входит только для детей закрытых контингентов, то есть это круглосуточные группы детского сада, это детские дома, вот там она входит в календарь, и там детки прививаются бесплатно. Есть такая гемофильная палочка, которая вызывает инфекции верхних дыхательных путей, атиты, и одно из таких самых серьезных и опасных даже для жизни состояния – это эпиглотит, когда нарушается акт дыхания, может ребёнок просто задохнуться, и это очень опасно в плане жизни ребёнка. И такая есть прививка от стриптокока. Есть несколько модификаций этой прививки, она делается детям до 5 лет. Конечно, пневмокок на сегодняшний день – это разновидный стриптокок, он вызывает, наверное, 80% заболеваний органов дыхания. Это не только пневмония, это и бронхиты, и трахеиты, и так далее, и риниты, и фаренгиты. Это всё наш старый и не очень добрый стриптокок. Вот от него тоже защищает эта прививка, делается деткам только до 5 лет пока. Ну, если есть какие-то нюансы иммунитета, сроки вакцинации могут быть изменены, но вообще в общей популяции рекомендуется детям до 5 лет. И вы знаете, вот анализируя историю здоровья детей, которые ходят в детский сад и вакцинированы вот в таком полном объёме, они всё-таки болеют гораздо реже. И литературные данные подтверждают наше наблюдение. По некоторым источникам даже в 5 раз меньше болеют детки, которые привиты. Вот знаете, прививка – это тренировка иммунитета. Ну, это же главный страх родителей, что он был дома, пока в детском выпуске с мамой находился, не болел. Начал ходить в сад, болеет каждый месяц, каждую неделю, там, вышел в сад, заболел. Ну, знаете, детский сад, конечно, это контакт с инфекцией более обширный, чем когда ребёнок контактировал только со своими родными и близкими, к микробной флоре, к которой он уже привык. Поэтому, ну, по опыту хочу вам сказать, что дети, которые ходят в детский сад и болеют в детском саду, если ребёнок болеет в год 5-6 раз, это норма. Не надо. При этом он легко болеет. То есть он не длительно лихорадит, не длительно температурит, он выздоравливает быстро, несколько дней поболел и уже поправляется. Это норма, это тоже тренировка иммунитета. Знаете, академик российский, это точенка, это главный пульмонолог России детский, говорил, что дайте ребёнку до школы отболеть свои 100 раз, тогда он будет здоров в школе. И дети, которые не ходят в детский сад, идут сразу в школу. У них очень сложно проходят первые годы учёбы в школе, потому что они очень часто болеют, много пропускают занятий. И, ну, в общем-то, это тоже сложно. Есть такой опыт, ну, вот родители боятся слёз, страшных прям таких вот истерик своих детей. Я такой родитель, когда вот прям ночью просыпается, мама, мы не пойдём в садик. Ну, и материнское сердце, конечно, сдаётся, ломается, и ты начинаешь искать бабушек, няни, у кого угодно, лишь бы не отдавать вот ребёнка, например, в эту обитель зла, как кажется, такой маме трепетной. На самом деле, вот именно для здоровья, мы говорим сейчас исключительно о здоровье, о психологическом и физическом. Как же лучше? Если есть возможность оставить ребёнка дома и не водить в детский сад, или всё-таки, несмотря ни на что, всё равно садик должен ребёнок посещать? Как вам кажется? Ну, знаете что, я думаю, что всё-таки общего такого единого подхода к каждому ребёнку не может быть и к каждой маме. Если мама настроена на детский сад позитивно, она уверена в успехе вот этого мероприятия, да, то и ребёнок идёт более спокойно в детский сад. Если у мамы есть отрицательный опыт посещения детского сада, или она не ходила сама в детский сад, то, конечно, адаптация ребёнка будет проходить несколько сложнее. Очень зависит не только от ребёнка, но и от тех воспитателей, в руки которых он попадает. Я думаю, что мы сами взрослые люди, но помним, наверное, до сих пор своих любимых нянечек, воспитателей, которые... И нелюбимых тоже. И нелюбимых тоже, конечно, да, это однозначно. Поэтому я думаю, что если есть какой-то отрицательный опыт у мамы, и она видит, что ребёнок ночью просыпается и не хочет идти в детский сад, может быть, на какое-то время сделать паузу, потом попробовать его отдать в другие руки. И при этом очень здорово, и сейчас у нас есть такая возможность, когда идёт период адаптации, и мама может с этим ребёнком какое-то время провести вместе в детском саду. Прийти на час, поиграть с детками, ребёнок увидит, что мама с ним, он будет видеть, что сверстники с ним играют и не обижают. Ведь ему интересно играть с равными. В какой-то период деткам уже, может быть, слегка скучно играть только с мамой, понимаете? И опыт общения со сверстниками тоже очень важен. Вот в дальнейшей жизни ему же жить в этом мире. Мы не сможем его поместить под стеклянный колпачок и продержать там всю жизнь, понимаете? Я думаю, как жаль. Это вот... Не будет ребёнок счастлив под этим колпачком. Он должен всё-таки жить с людьми и радоваться этой жизни, видеть хорошие моменты. Ведь здорово. Мама его отвела в садик, значит, он уже большой. Он пошёл на свою работу. Мама его забрала из садика. Это тоже здорово. Она всё время это делает. Но жаль, ну, чтобы не только мама, конечно, отводила и забирала, чтобы вся семья принимала участие в этом процессе. И это его вклад в достаток семьи, это его работа, значит, он уже взрослый, он уже может ходить в детский сад. И если при этом мама его ещё обнимает, спрашивает, как прошёл твой день, говорит ему, что любит его, то, я думаю, успех обеспечен. На самом деле, наши детские сады очень хорошие. И то, что сейчас, конечно, развиваются и платные детские сады, это неплохо. Пускай будет определённая конкуренция, и разные сложные дети. Есть всё-таки наполняемость в частных садах, конечно, значительно меньше. И в некоторых позициях это существенный плюс. У нас есть дети, так называемые, поздно стартующие ребёнок. Вот к 3 годам, к 4 годам точно иммунитет у ребёнка уже хороший, достаточно зрелый. Но есть поздно стартующие дети, у которых иммунитет достигает вот уровня необходимого к 5-6 годам. И они действительно начинают очень сильно болеть в саду. И это мешает и общению с детьми, и мешает здоровью. Тогда мы вынуждены... Есть такое понятие, как несадовский ребёнок. Такие дети у нас тоже есть. И мы это принимаем как есть, рекомендуем родителям по возможности водить их в какие-то просто школы творческие, рисование, пение, танцы и так далее, чтобы они просто общались со сверстниками, но уже в других условиях. Это тоже допустимо. Знаете, в интересах ребёнка это тоже хорошо. Я как воспитатель, который работал в 14-летнем детском саду, могу сказать, что в ясельке часто приводят детей с сосками, в подгузниках, не умеющих держать ложечку. И приходит мама и говорит, ну вот не умеет. Конечно, в идеале всё, что вы перечислили, чтобы этот ребёночек умел, а в каком возрасте вообще надо? Вот сейчас мама, которая ещё в декрете, чтобы они уже понимали, пора снимать подгузник и присаживать на горшочек. С какого возраста всё это лучше начинать? Ну, вы знаете, всё равно надо присматриваться к своему ребёнку. То есть есть определённый возрастной такой вот разница, дельта такая у каждого ребёнка по-своему. То, что раньше рекомендовали, возможно, там чуть ли не с трёх лет держать ребёнка над горшком, это несколько, скажем так, рефлекторный... С трёх месяцев вы, наверное, хотели. С трёх месяцев, да. Рефлекторный путь обучения, да, вот таким навыкам самообслуживания. Это неосознанно. На самом деле, где-то после шести месяцев ребёнок уже начинает понимать, что с ним что-то происходит. Вот в момент, когда он его там держит над горшком. Раньше, я думаю, что не совсем эффективно. Но и в то же время, когда мы видим, что к нам приходит шестилетняя девочка в памперсе, оформляется в школу, это крайне негативно. Это тоже такого быть не должны. Да, мы у мамы спрашиваем, мамочка, а что ж вы делаете? Почему ваша девочка в памперсе? А мама нам, знаете, ответила, вы знаете, а вдруг она по дороге писать захочет? Мы говорим, так сейчас лето, ну какие же проблемы? Маленький ребёнок говорит, ну мы так не приучены. Это тоже, такого быть не должно. Всё-таки, ну, хоть памперсы сейчас выпускаются без ограничений для веса, и это, я думаю, что, как бы, рекомендация производителей памперсов, сколько ребёнок хочет, пускай в них и ходит, это всё-таки реклама памперсов, и на самом деле для здоровья это не есть хорошо. Я думаю, что после года надо приучать ребёнка к горшку, и тут хороши все методы. Музыкальный горшок, если это поощряет ребёнка, ему нравится музыкальный, ну, за исключением ночных, и любые там книжки, там какие-то игрушки, всё применимо, главное, чтобы этот процесс вызывал положительные эмоции у ребёнка, он видел, что он растёт, вот он большой, мама его хвалит, там чуть ли не хлопает в ладоши, это тоже допустимо. Да, я очень даже хлопала, вся семья собиралась. Да, это праздник. Мы аплодировали. И вы знаете, ей это здорово. И на самом деле ходить без памперса летом, это очень, я думаю, ребёнку будет от этого только лучше. И чем раньше, тем лучше. После года, в любой период, если ребёнок готов, и не страшно, мокрые трусики, лучше их сменить. Ещё, конечно, хочется сказать мамочкам, когда вот они ведут ребёночка там в садик, ребёнок плачет, мама не уходи, и мама начинает плакать в ответ. Это ещё больше расстраивает ребёнка. Да, ещё больше, конечно. Это прямо на весь день, ему такая рана, он вспоминает плачущую маму, от этого начинает плакать ещё больше. Раз мама плачет, значит, тут действительно что-то плохое. Мама всё равно держит, плачет под забором. Всерять уверенность в ребёнка, что всё будет хорошо, что она его скоро заберёт, что это здорово, что ты вырос, ты идёшь уже на свою работу. Весело помахать ему в окошко ручкой, обязательно сказать, я тебя помахаю в окошко. Помахать ручкой, ну и дальше уже, насколько у неё хватает нервов, отойти подальше, если надо и всплакнуть. Не надо сдерживаться. А когда выбирает мамочка в руках, у неё должна быть какая-нибудь книжечка, какая-нибудь безбелушка. И улыбка на лице, обязательно. Вот это тебе, ну как ты провёл день, смотри, что тебе принесла. А он должен понимать, что я был сегодня молодец, а вот мама меня за это похвалила. А каких же врачей нужно проходить? Специалистов, я так понимаю, всех. Значит, осмотры специалистов вообще годны в течение года. В зависимости от возраста. Если ребёнок идёт в 3 года, и у него нет осмотра невролога в течение года, ортопеда, ортопед смотрит и как хирурка, у мальчиков и как уролог. У девочки должен быть гинеколог, офтальмолог, лор и педиатр. Заключительное слово за педиатром – это комплексная оценка состояния здоровья. То есть мама могла в течение года… Да, если в течение года она прошла этих специалистов, не обязательно в один день, как у неё получилось. Ещё должны быть анализы. Анализ крови, анализ мочи, калмазок на острице и электрокардиограмма. Делается теперь детям ежегодно. Мы вообще перешли на такую более гибкую систему проведения диспансеризации детского населения. Это когда в месяц рождения ребёнка он приходит в поликлинику и проходит в зависимости от возраста осмотры специалистов, обследования, и даётся комплексное заключение о состоянии здоровья ребёнка в месяц рождения. И вот это заключение, справочка о комплексном состоянии здоровья ребёнка, годна до следующего дня рождения. И если осмотры были, то в садик на основании этих осмотров просто сделается выписка, выпишутся прививочки, и педиатр рассмотрит на отсутствие чесотки, педикулёза, заразных кожных заболеваний и контакты с инфекционными больными. Когда-то, я помню, что и первоклассники должны были проходить всех специалистов и тем, как поступить в школу. Да, это, опять-таки, комплексная оценка состояния здоровья. Или её родители проходят индивидуально, или по графику они приходят в поликлинику. В первой детской это среда, график проведения профосмотров шестилеток. Будучи ещё в садике, они или с 8 до 11 утра, или с 5 до 8 вечера по графику. То есть в графике предусмотрен только номер детского сада. А дальше уже несколько дней для выбора родителям предложено. Они с ребёнком приходят, проходят специалистов без талонов, без предварительной записи. И сразу заполняется вот эта так называемая школьная карта. И дальше только осталось прививку сделать ребёночку в 6 лет. Должна быть сделана прививка от кори, краснухи, паратиты. И в годик она, кстати, делается. Я вот об этом не сказала. Обязательно. Всё-таки сейчас у нас... Мир такой без границы. Учитывая, что мы безвизовая зона, а в соседних странах, и в Украине, и в Польше, очень много случаев кори. Ну и во всём Евросоюзе много кори. Поэтому, конечно, защитить своего ребёнка надо. И, по сути дела, всё. Педиатр делает комплексную оценку состояния здоровья. Ребёнок идёт в школу. Оценивается функциональная зрелость ребёнка, физическая зрелость. Это вот смена зубов, его рост, весы, так далее, биологическая зрелость. То есть, ну вообще, по сути, и в школе же потом будет... В школе. Когда ребёнок приходит в первый класс, он впервые пришёл вот в это учебное заведение. То есть, у нас первая класса часть в школах расположена, а часть в детских садах. Ребёнок впервые оказался вот в этом учебном заведении. Оно для него новое. И по действующим санпинам мы обязаны допустить его, чтобы врач допустил его к пребыванию в этом детском коллективе. Причём этот допуск, действительно, три дня всего лишь. Раньше мы приглашали всех в поликлинику. И, знаете, перед первым сентябрём у нас был полный аншлаг. И родители, вместо того, чтобы праздновать начало новой вехи в их истории семьи, они как-то больше проводили время в поликлиниках. Сейчас мы уже несколько лет подряд изменили подходы. И не надо приходить в поликлинику. Если ребёнок оформлен в школу в первый класс, надо идти в первый класс. И в течение первых трёх дней всех первоклассников осмотрит врач по месту учёбы во всём городе. И первая детская, и вторая детская, и седьмая городская поликлиника сделают именно так. Во всех учебных заведениях будут врачи. И первоклассники все будут осмотрены. Не надо ради маленькой справочки приходить в поликлинику. Родители у нас сейчас, по-своему, в каменьке. С души упал. Это хорошо. Главное, чтобы детки были в это время в школе. Если вдруг их нету, то вот тогда, может быть, возникнет необходимость пойти к своему участковому педиатру. Или вдруг что-то за лето изменилось, состояние здоровья. Чем-то переболел ребёнок, и ему надо какая-то справка о освобождении от физкультуры, или спецгруппы, или подготовительная группа во физкультуре. Или какие-то нюансы по рассадке возникли в течение лета. Тогда надо идти в поликлинику и получать уже новую справочку. Справка по рассадке, если вы брали от офтальмолога справку о зрении, например, весной, она тоже действительно. Ещё в сентябре, если у ребёнка не ухудшилось, не изменилось зрение, то можно тоже не спешить. О плановом порядке. Следующий осмотр обычно планируется через полгода. Осмотрены в мае, придите в ноябре к окулисту, получите следующую справочку. Это всё в рамках допустимого и нормально. А вообще после... И старшеклассников же тоже касается, да и всех, но особенно первоклассников, безусловно, меняется опять же среда, обитание из детского садика, в школе. Как детям укрепить иммунитет? Нужно ли родителям вмешиваться самим в иммунитет? Начинать какие-то витамины давать в сентябре? Какие-то, я не знаю, да. Я поняла, Наташа, ваш вопрос. Ихинацею капать. Вы знаете, что если абсолютно нормальный ребёнок, и он хорошо провёл лето, то ничего не нужно, кроме овощей, фруктов и зелени. Вот и прогулок на свежем воздухе. Знаете, не забывать, что... Вот в этом прелесть, наверное, наших домашних питомцев, собак, да, это что ребёнок перед сном прогуливается. Это очень здорово. Обязательно, несмотря на то, что он где-то и в садике, и в школе, он всё равно будет выходить на улицы и в группе продлённого дня, но прогулка с родителями перед сном и обмен впечатлениями за день – это очень здорово. И это будет очень правильно, если вы хотя бы часа, ну, 30 минут прогуляетесь перед сном в любую погоду. Это будет лучше для иммунитета, не придумаешь кислорода и настоящие живые фрукты, овощи и зелень. Это самые главные витамины. Я помню, когда у меня дочка приходила из школы, вот она с непривычки, просто падала бессилом. Кстати, это было очень продолжительное время. Старшая дочка, я помню, с младшей дочкой. То есть она ела и сразу же засыпала и могла спать долго, пока её не разбудешь. И было такое впечатление, что она прям так устала сильно физически, что было жалко будить, но только разбитый день получается. Потом сил нет на уроке. Вообще, как-то надо, наверное, планировать это дело. На что обращать внимание, опять же, если твой ребёнок чрезвычайно утомился, ну, ты видишь по нём, что он не притворяется, он действительно очень устал. Давайте ему вот это вот... Да, конечно. Ну, мы в сентябрь ещё месяц обычно такой благополучный в плане переутомляемости. Где-то уже к октябрю, а в ноябре, мы рекомендуем вообще почти... В общем, всем детям можно провести курс той же эхиноцеи или настойки женьшеня, пожалуйста, или в виде отваров трав. Это всё будет хорошо. И тогда же уже можно присоединить витамины. Вот очень мне хочется затронуть вот эту вот глобальную такую нагрузку. Нагрузку. Значит, насчёт нагрузки хочу сказать первоклассникам вообще не надо волноваться. Они все спят днём. И это очень правильно. Дети действительно в школе устают. Поэтому отдохнувший первоклассник после сна он вполне себя хорошо чувствует. Он будет и дома веселиться. Ваша задача всё-таки к концу вечера снизить активность такую, чтобы он спокойно мог войти в сон. Он и так перевозбуждён от новой атмосферы, от того, что у него окружают новые друзья. Очень важно, чтобы сложился ещё вот контакт хотя бы с одним из его учащихся, чтобы появился друг должен быть. Ведь у каждого человека должен быть друг. И тут тоже надо как-то где-то, может быть, помочь ребёнку, услышать его, прослушать его какие-то беспокойства, сказать ему, что я понимаю, что тебя это беспокоит, меня это тоже беспокоит, но мы это решим. И ты с этим справишься. Селить уверенность в себя тоже очень важно. А старшеклассникам, конечно, режим дня. Вы знаете, когда дети... Ну, как бы они, конечно, устают, но потом приходит время сна, и он там 10 даже ложится спать и до 12 сидит в своём смартфоне, он, конечно, будет усталый. Ну, а ещё же секция. Вот у старшеклассников начинаются репетиторы. Какие-то секции. Они работают... Мне иногда кажется, что они утомляются больше, чем взрослые на работе. Да, они работают больше, чем взрослые. Да, действительно. Они 6 часов или 7 учатся в школе, иногда 8. Да. Они делают уроки как минимум 3 часа, и у них ещё есть дополнительное занятие. Они работают 12 часов как взрослые на полторы ставки. Как надо, мне кажется, сказать родителям, чтобы они немножечко умерили. Ну, вы знаете, наверное, во-первых, от ребёнка зависит, во-вторых, род занятий. Если он в школе сидит, учится, там читает, напрягает зрение, а дальше идёт на плавание, или он идёт на танцы, или он идёт на лёгкую атлетику, лыжный спорт, что-то такое, это другое, и это будет хорошо. Вот двигательной активности детям не хватает. Если это активность на свежем воздухе, это вообще замечательно. А если, конечно, он приходит из школы, идёт, занимается компьютерами, он хочет быть программистом, занимается какими-то математикой и языками, то обязательно вот этот регламент маленькому ребёнку 20 минут занятий, 20 минут перерыв, а то и 25. Большому ребёнку не более 45 минут занятия, и опять-таки 20 минут перерыв. То есть он позанимался, обязательно в окно посмотреть, линию горизонта, увидеть гимнастику для глаз, сделать каких-то несколько приседаний, наклонов, вращение головой, и тогда не будет так накапливаться усталость. Может быть, даже выйти 15 минут, постоять на улице и подышать свежим воздухом. Это будет правильно. Если всё равно, несмотря на вот этот комплекс мероприятий, при этом у ребёнка нормальное артериальное давление, думаю, дома каждый может проконтролировать. Это важно, правда? Да, при пониженном артериальном давлении ребёнок будет утомляемый. Он будет быстро уставать при дисфункции щитовидной железы, когда нам не хватает йода. И ряд других проблем эндокринологических тоже могут вызывать такую быструю утомляемость. Поэтому если это всё-таки сохраняется, мы рекомендуем обследовать ребёнка. Та же анемия вызовет утомляемость. А анемия, по сути дела, это самая частая патология у девочек-подростков, потому что у них начинается функционирование яичников, и они ежемесячно теряют гемоглобины. Это очень опасно по развитию. Даже скрытая дефицит железа, скрытая анемия, она вызывает очень быструю утомляемость и снижение функций мозга. Ребёнок хуже усваивает материал. Ему сложнее выучить тоже стихотворение. Он выучит его уже не за 10 минут, как раньше, а за полчаса, за час, а то и потом опять забудет. Вот в такой ситуации надо уже, конечно, ребёнку помогать разными путями, и в том числе витаминами, и препаратами железа. И ряд западных стран, они вообще назначают девочкам-подросткам для профилактики препарата железа или витамины, содержащие железо. Но я, знаете, считаю, что тут собрать всё в кучу и дать жменю не самое лучшее. Всё-таки курсами прошли цикл девочки. Прошёл, дайте железо, а потом дайте витамины, а потом дайте настойку эхинацеи, и, в общем, это будет правильно. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для наших родителей, которые действительно сейчас очень волнуются, и для их деток? Ну, конечно, желаю родителям и деткам, и семьям успехов. Желаю только положительных эмоций от посещения детского сада, от школы. Желаю нашим деткам, чтобы они стали самыми лучшими специалистами, вот то, к чему они стремятся, идя в сад, идя дальше в школу, осваивая навыки, чтобы так они и состоялись. Вот, знаете, очень важно определить, кем ты хочешь быть, и именно идти к этому пути. Спасибо огромное. Я напоминаю, что в гостях у меня была Ирина Эдуардовна Луканская, главный врач первой детской поликлиники, депутат областного совета и председатель городской организации Белорусского союза женщин. Как всегда, с вами было очень интересно и познавательно побеседовать. Спасибо, что нашли время. Спасибо, Наталья. Редактор субтитров А.Семкин